приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео делим внимание бытовым народным приметам связанных со столом и со скартертью очень важная информация мы рекомендуем вам просмотреть от начала до конца вы знаете стол это не только сакральное место которое есть в каждом доме но и символ благополучия счастье и достатка в семье 100 способен притягивать в дом то что данной семьи не хватает а также мир и уважение между людьми живущими в таком доме но это приз происходит при условии что вся семья будет относиться к нему с уважением мало кто знает но этот предмет имеет самую сильную энергетику в доме поэтому обязательно нужно относиться к нему с уважением немаловажными в жизни каждого из нас являются народные приметы которые связаны со столом часто мы забываем их соблюдать чем допускаем ошибки которые приносят нашу жизнь неприятные моменты стал нужно обязательно содержать в идеальной частоте чтобы негативной энергии которые находятся в жирных пятнах в крошках остатках еды не перекрывали доступ к светлым энергиям а также к денежным каналам нельзя сидеть на столе так вы показываете ему что не у готовы его уважать что не нуждаетесь его помощи а такое неуважение способна наполнить дом негативной энергией который стал очень за короткий промежуток времени при умножит чем привлечет неудачи и неприятности не только в жизнь того кто на нем сидел но и в жизнь других членов семьи нельзя оставлять на столе нож на ночь так как такой поступок притянет темные силы в дом что скажется на психологическом и эмоциональном состоянии семьи члены семьи начнут ощущать беспочвенные страхи а сон будет беспокойным нельзя садиться на угол стола неженатым и незамужним это чревато одиночеством даже если вы на данном этапе состоите в отношениях будет разлада отношения могут распасться нельзя оставлять и расческу на столе так как энергетика стола и энергетика волос переплетутся а если волосы подобрали где-то негатив чью-то зависть то это придастся столу что приведет к отсутствию счастья жизни данного человека а так как на столе не должны находиться такие предметы то он и будут излучать негатив который притянет и денежные проблемы нельзя класть на стол головной убор так как это принесет его владельцу сильные мигрени а если сделать такое действие перед дальней дорогой то она будет неудачно и принесет неприятные впечатления нельзя класть на стол ключи это нарушит особую энергетику жилья что приведет не только к ссорам отношения между членами семьи быстро испортится но и в таком доме будут некомфортно находиться включать должно быть определенное место в доме если их бросать в неположенных местах это приведет к проблемам с деньгами нельзя класть на стол и сумку это также неуважение которое вы оказываете столу что приведет к неудачам которые наполнят данный дом нельзя класть на стол подушку это приведет к тому что беда придет ваш дом и народ народную примету к сожалению нейтрализовать нельзя поэтому не вздумайте этого делать положите на стол кошелек иначе приведет так потери денег воровство если кошелек будет открыт денежная энергия уйдет из него вернуть ее будут очень непросто на это понадобится много времени нельзя смахивать со стола крошки ладонью для этого должна быть специальная тряпочка в доме которая будет использоваться только для этой цели если продолжить проделывать таки далее не удивляйтесь тому что деньги будут обходить ваш дом стороной нельзя сты за столом выяснять отношения ругаться такая ссора будет затяжной а может закончиться и разводом ножницам не место на столе но если вам нужно сделать это временно они обязательно должны быть закрытыми иначе это приведет к проблемам со здоровьем больше всего пострадает глава семьи на столе не должна находиться пустая посуда так как это приведет к потере работы у главы семьи а со временем и к денежным потерям деньги только появившись сразу будут уходить в пустоту в их присутствия даже не будете ощущать если вы встретите паука на столе это означает что ваш дом вхож недоброжелательный человек присмотритесь внимательно к своему окружению есть также и хорошие народные приметы связанные со столом которые способны помочь вам если вам нужно ехать в дальнюю дорогу положите на центр стала руку ладонью вниз и при этом пожелаете чтобы все прошло гладко дорога была легкая а впечатления были приятными если со стола упала что-то мужского рода это означает что ваш дом придет счастье если уже упала что-то женского рода это означает что в скором будущем ваш дом придут новости который вас сильно порадует если в полнолуние по центру стола на белом листе разместить три щепотка корицы в ваш дом придет счастье выбросите данную корицу в окно на рассвете неожиданные деньги будут поступать ваш дом если между супругами постоянное недопонимание нужно сесть за стол друг друг напротив друга взяться за руки далее улыбнуться поговорить и все неприятности и недопонимания уйдут в небытье а живые с цветы на столе будут притягивать в дом благополучие и любовь стол без скатерти это дом без денег с конфликтами и ссорами далее скатерть вы знаете скатерть это залог домашнего уюта оберег для дома используя себе во благо вы сможете избежать разногласий в семье наполнить дом стабильностью и различными другими светлыми энергиями еще древних времен скатерти оказывали достойное внимание знали что в том доме в котором ее нет никогда не будет достатка считается и то что она помогает увеличить материальный достаток и привлечь таким образом в дом богатства наши предки с уважением относились к скатерти соблюдая все правила которые с ней связаны а с ней связано много народных пример который нужно соблюдать чтобы не получить от нее противоположное действие если положить под скатерть в новолуние крупную купюру тогда деньги будут поступать в ваш дом большом количестве не стоит класть деньги на скатерть так как это к растратам бесполезной трате денег если подарить скатерть кому-то из вашего окружения то вы станете желанным гостем в доме а также близким другом семье если к вам неожиданно нагрянули гости а еды в доме немного положите втихаря нож и горошину черного перца под скатерть это уменьшит аппетит присутствующих они быстро наедятся и все останутся довольны как хозяева так и гости после ухода гостей вытряхните скатерть на улице это будет способствовать тому что деньги будут водиться в доме если человек кого вы ждете к обеду опаздывает то только стоит потрясти скатертью как он вскоре придет держите под скатертью 3 красные шерстяные нитки это богатство и благоприятным семейным отношениям деньги всегда будут у вас и не будет никогда финансовых потерь на скатерти образовалась дырка не стоит ее зашивать дабы не притянуть в дом бедность в таких случаях ее нужно сжечь чтобы она не привлекла беды к семье купите новые она должна быть красивой не экономьте деньги на данную покупку и и вы должны ощутить на энергетическом уровне поэтому прислушайтесь к своей интуиции она вам подскажет застелите скатерть нужно обязательно на растущую луну она наполнит дом крепкой энергетикой принесет дом светлые положительные эмоции взаимопонимание и уважение но никогда не покупайте ажирную ажурную скатерть так как она способна притянуть денежные проблемы и даже их крупную потерю если появились пятна и при стирке не отстирываются это означает что в доме побывал очень завистливый человек поэтому вынесите ее из дома связав на узел и выбросите если скатерть будет большая вам придется ее сложить вдвое ваша вторая половинка найдет вам замену если скатерть будет маленькой вы застелите ею стол это лишит вас денег и удачи если вы будете застелять квадратную скатерть на круглый стол это притянет череду неприятностей которые будут вносить коррективы в жизнь членов семьи тех кто за таким столом сидит если на овальный стол вы застелите квадратную скатерть это приведет к проблемам как в работе так и в вашем бизнесе если на свадьбу подарили молодым белую скатерть это к жизни без проблем тревог и неудач если эту скатерть застилалась в течение семи лет на годовщину это приведет к тому что пара вместе проживет до глубокой старости если у вас начались проблемы с деньгами вышите на внутренней стороне знак бесконечности зеленой нитью это поможет быстро от них избавиться если между членами семьи пропало взаимопонимание участились ссоры конфликтные ситуации и все это возникает на пустом месте это означает что на вас наслали порчу вам нужно провести такой ритуал купить четверг новую скатерть из натуральной ткани без рисунков кружев и декора вечером когда все лягут спать нужно постелить скатерть изнанкой кверху на ваш стол затем разложить столько чашек по кругу сколько членом вашей семье после чего зажечь свечу белого цвета и подержав над каждой чашкой проговорить такие слова порча дом этот покидает мир его наполняет эту скатерть на стол стилю отношения между членами семьи добрый установлю любовью нас всех окружу после этого свечу установите по центру стола чтобы полностью догорела огарок вынесите выбросите подальше от дома на следующий день утром переверните скатерть так она должна находиться до вечера а вечером собрав всю семью вместе выпейте чай из чаши которые участвовали в ритуале после проделанного ритуала конфликт семье пройдет отношения нормализуются и станут дружескими и уважительными используйте пожалуйста эти знания себе во благо обязательно поделитесь этим видео с теми кому вы знаете что это видео и эта информация будет полезна и важно но прямо сейчас на экране видите два всплывающих окна это следующие рекомендованные видео для вас нажимаете на то виде которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам мыслимых и немыслимых благ услышимся в следующем видео